Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Кушниров Виталий Владимирович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории молекулярной генетики Федерального исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии Российской академии наук. Окончил факультет химической физики Московского физико-технического института. С 1986 года работал во Всероссийском кардиологическом научном центре в Лаборатории молекулярной генетики под руководством члена корреспондента РАН Михаила Террова-Несяна, ведущего российского специалиста по инфекционным белкам прионам. В 2011-м Виталий Кушниров вместе с лабораторией перешел работать в Институт биохимии имени Баха, который стал частью центра фундаментальной основы биотехнологии. Изучая молекулярную биологию дрожжей, Виталий Кушниров установил функцию одного из ключевых белков терминации трансляции – супрессорного белка СУП-35, а затем детально исследовал его прионные свойства. Прионы – основной объект научных интересов доктора Кушнирова. Виталий Кушниров, студия медицины «В контексте». Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшний выпуск программы посвящен, как вы видите на экране, некому особому состоянию белковой материи. Это состояние не безобидно, вот что главное. Вот последние новости. В феврале этого года в американском штате Айдаха отловили и умерщвили 300 оленей. Это были так называемые зомби-олени – животные с трансмиссивной губчатой энцефалопатией. В эти же дни Бразилия сокращает экспорт своего знаменитого мяса в другие страны. Причина – коровье бешенство, как вы можете догадаться. Да, вот буквально в эти дни. Мы записываемся в феврале, поясню я. Время от времени появляются, правда, вот недавно не было, но двухгодичной давности новость. Было сообщение в каком-то из американских штатов о смерти человека. Он два года болел, правда, два года это тянулось. Он болел болезнью Кройцфельда Якоба. И все эти перечисленные заболевания, они в настоящее время неизлечимы, и они имеют одну и ту же природу. И похожая, но несколько иная природа и причина у других нейродегенеративных заболеваний. О болезнетворных агентах, о милоидах и прионах речь пойдет сегодня. Пожалуйста, Витал Владимирович, вам слово. Уже мы встречались лет семь назад примерно на аналогичную тему. С тех пор произошло много интересного в этой области. То есть возникло хорошее осознание того, с чем мы имеем дело. И поэтому вот такое название, что амилоиды и прионы – это особое состояние белковой материи, не вполне предусмотренное природой, но существующее на практике. Давайте начнем. Оп. Нет. Вот отсюда. Значит, что такое амилоиды? Значит, амилоиды – это фибриллярные агрегаты белков, которые в норме растворимы. Значит, агрегаты бывают разные, белковые агрегаты. Бывают хаотические и бывают регулярные, упорядоченные. Вот. Хаотические – это когда вы берете яйцо и кидаете его в кипяток, и потом вот у вас получается большой и хаотический агрегат. Упорядоченные агрегаты – это кое-что другое. Они, как правило, имеют структуру фибриллярную, то есть в виде ниточки толщиной примерно в одну молекулу. Вот. И они способны катализировать собственный рост. Поэтому можно их назвать одномерными кристаллами. Значит, с практической точки зрения они обладают повышенной устойчивостью к протеазам, а это значит, что они накапливаются и в результате этого могут вызывать модель. Вот здесь представлены у нас разные виды амилоиды и разные технологии их наблюдения. То есть первое – это бета-амилоид, это связанный с болезнью Альцхемера. Его теоретическая модель, которая уже крепко подтверждена. Дальше – амилоид микроглобулина при помощи атомно-силовой микроскопии. И, наконец, дрожжевой прион СУП-35 – это при помощи обычной трансмиссивной электронной микроскопии. Собственно, основа, что мы знаем про амилоидные болезни человека. В первую очередь, это возрастные болезни, которые связаны с амилоидами различных белков. В первую очередь, это болезнь Альцхемера. Значит, это пептид бета-амилоидный пептид, который получается из некого большого белка, от которого отрезается и начало, и конец. А вот некая серединка длиной 40 аминокислот остается, и, собственно, она образует этот амилоид. Значит, болезнь Альцхемера прогрессирует. И некоторые злые языки шутят, что Альцхемер ждет каждого. Каждого. Если вы до него доживете. А следующая по встречаемости – болезнь Паркинсона, белок альфа-синуклеин. Но, кроме того, известно множество других, всего около более 40 белков. Диабет второго типа связан с белком амелин, атеросклероз с аполитпопротеином. И, наконец, рак. Рак, интересно, он может быть как причиной амилоидоза, так и следствием. Значит, вот основной белок, который предохраняет нас от рака – П53. Он склонен образовывать амилоиды. И, в другую сторону, если рак затрагивает клетки, производящие, например, антитела, то есть клетки начинают пролиферировать, и сильно повышена продукция этих антител, то они могут образовывать амилоид. И такие случаи мне известны из нашей локальной московской практики. Только четыре, значит, ну вот в организме, как мы знаем, есть клетки, есть межклеточное пространство. Только четыре из этих амилоидов, например, Паркинсон, они внутриклеточные, а остальные – внеклеточные. Значит, обычно связывают амилоидозы с нейродегенерацией, ну, поскольку альтекемер и Паркинсон. На самом деле, только семь амилоидов относятся к центральной нервной системе, то есть классифицируются как нейродегенеративные. Ну, и большинство образующих амилоид белков имеют маленький размер, то есть это, может быть, какие-то гормоны даже, менее ста аминокислотных остатков, или же являются протеолитическими фрагментами белков большего размера, как, например, альтекемер. Сейчас я хочу на секундочку вот здесь остановиться, и, собственно, и в предыдущем слайде у меня возник этот вопрос. То есть непатогенные амилоиды, обычные, ну, присутствующие, они подвержены действию протеаза? Они расщепляемы? Непатогенные. Или только болезнетворные, вот, а может быть, просто изученные только болезнетворные, они не подвержены, они устойчивые. Я про непатогенные ничего не говорил, там разные истории. Нет, это мой вопрос. Да, которые непатогенные, их, может быть, и, собственно, лечить-то не надо. А эти устойчивые? Да, да, более устойчивые. И поскольку, собственно, вот многие из них находятся во внеклеточном пространстве, тут уж как-то даже, вот, я не скажу, кто должен с ними бороться. Ну, может, макрофаги? Вот, напомним, все болезни эти неизлечимы, вот, и довольно сложные с ними, то есть принципиально стратегии борьбы пока нет, хотя есть какие-то задумки, да. Например, недавно пробовали лечение, попытка лечения Альцхемера при помощи специфических антител, которые узнают этот Альцхемер. Вот, и там серьезная проблема в том, что существует барьер между кровью и мозгом. Гематоэнцефалический. Гематоэнцефалический, да. И просто лекарство не проникает туда, куда нужно, то есть в мозг. А так, ну, может быть, оно бы и работало. Но, чтобы сбалансировать картину, упомяну, что есть функциональные амилоиды, порой они играют важную роль. Например, белок СПЕП такой, или, значит, он имеет еще название ОРБ-2, это у дрозофилы. Вот, очень интересный белок и важный. Играет ключевую роль в формировании долговременной памяти, вот, путем переключения экспрессии каких-то МРНК в синапсах. Вот, ну, забавный случай, МЕЛ-17, амилоид является матрицей, облегчающей, в общем, относится к области образования загара. Угу. Вот, а дальше будет проприоны дрожжей, которые можно считать условно полезные, то есть они не всегда полезны, ну, условно полезные, то есть в каких-то случаях облегчают адаптацию к неблагоприятным условиям. Каковых условий в жизни дрожжей? Ой, как много, потому что они не являются теплокровными, они маленькие, крошечные и, да. Уязвимые. И очень уязвимые. Вот, а есть еще прионхитес у гриба подоспора, такой нитевидный гриб типа плесени. Это система распознавания свой-чужой. Вот, ну и, наконец, стоит упомянуть, что амилоиды – это крепкий материал, который можно с большой пользой использовать для укрепления клеточной стенки дрожжей, в яйцах насекомых, вот, также для образования биопленок у бактерий, ну, это такая структура, которая помогает им колонизировать пространство. И теперь, собственно, переходим к прионам. Некоторые амилоиды инфекционны и потому называются прионами. Значит, название приона – это анаграмма от Infectious Protein, которую придумал Стэнли Прузинер, и это было одним из его лучших изобретений, потому что это стало каким-то мощным мемом, и теперь множество ученых стремится свой амилоид назвать прионом. Вот, впрочем, для этого есть основания. Значит, какие болезни у человека это вызывает? Болезнь Крейсфельда Якоба, она происходит с частотой чуть больше одного случая на миллион человек в год, ежегодно. То есть, один на миллион – это достаточно мало, вот, но зато каждый год. Вот. Синдром Герцмана-Штрауслера-Шейкера, который происходит еще реже, с частотой 1 на 10 миллионов, вот. Но тут нужно понимать, различие между ними – это то, что вот этот синдром, он связан с мутациями. Так же известна фатальная семейная бессонница, которая еще реже происходит, и болезнь Куру, так сказать, которая многим известна из исторических фактов, сейчас ее нет. То есть, это болезнь некоторых племен на островах Новой Гвинеи, у которых процветал ритуальный каннибализм. Вот. Мозги ели. Да, именно так, именно так. Причем мозги доставались в основном женщинам и детям. А я думаю, у вас дела. А другие сейчас – нет, 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 нет. А другим доставались, да, в общем, другие части. Сейчас все это прекращено, конечно же, вот. Вот, и это все изучил Карлтон Гайдушек, тоже Нобелевский лауреат, собственно, по этому вопросу. Вот. А теперь что у животных? У овец. Очень давно известна болезнь скрейпи. Овечки, среди прочих симптомов, они очень чешутся, вот им что-нибудь почесаться хочется, но, в конце концов, они умирают от этого. У коров, коровье сумасшествие, иногда говорят коровье бешенство, вот. Ну, это такое вот… Ну, сумасшествие, у них же ума, ума нет. Это перевод, это и с английского mad cow disease. Собственно, никакого бешенства они не проявляют, они достаточно не агрессивны, они скорее вот такие галенькие… Ну, размягчение мозгов такое, да, в общем-то? Да, это хорошее слово. Ну, вот то, что Марина уже упомянула, у оленей хроническое истощение, да, достаточно частая болезнь, это уже в дикой природе. Ну, то есть, прямо на вид можно определить эту болезнь, я так понимаю, они такие боморы и ходят… Да, 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 да. Вот, и все прионные болезни человека и животных связаны с единственным белком, называемый PRP, то есть прионпротеин. Вот, но здесь, что важно заметить, многие амилоиды ограничены инфекционно. Что это значит? Если, например, прионный белок может пройти весь путь от кишечника до мозга, то есть вот съел, заболел, то с этими не так, но они могут распространяться в пределах какой-то одной ткани, там, где эти белки продуцируются, вот, и таким образом… То есть они тоже путешествуют по организму, и они из одних клеток попадают в другие, и, в общем-то, ну, при, скажем, при введении в мозг амилоида возникает болезнь. Хотел спросить про межвидовую передачу. Почему боятся того же коровьего сумасшествия? Потому что если человек съест такую говядину, он может заболеть. Значит, есть межвидовая передача. Или не во всех случаях? Не во всех случаях. От овец нет, от мышей, кажется, тоже нет. Здесь нужно понимать, что есть межвидовой барьер для передачи приона, и степень его проницаемости зависит от, так сказать, вид А, вид Б, то есть вот от коровы к человеку, да, проходит, но с маленькой вероятностью. То есть говядину ели все, а заболели... Это я про Англию в 90-е годы, а заболело что-то 200, вот меньше 300 человек. Вот, да. Ну и да, это... То есть можно сказать, что здесь пока есть загадка? Пока белое пятно. Ну, скажем так, мы же сказали, что прионы – это одномерные кристаллы. А у кристаллов, так сказать, довольно строго с соответствием аминокислотным. То есть вот если две молекулы разные, то вторая молекула может не захотеть полимеризоваться. Но там уже есть множество нюансов. То есть вот это аминокислотное замена допустимо, а вот это вот никак, просто никак. Вот. Недавно было вот интересное сообщение, значит, нашли какую-то аллель, вариант гена ПРП, который практически не подвержен прионной болезнью, как его нашли. Они изучили вот это самое племя, у которого была эпидемия Куру. Вот. Ну, естественно, там выжили вот в большинстве те, у кого вот эта аллель была. То есть хорошее место, где такую аллель можно поискать. Поискать. Вот. Искали и нашли. Вот. Медицинские особенности прионов ПРП – это да. Как говорили в одном сериале, что мертво умереть не может. Вот. Значит, прионы имеют повышенную устойчивость к термической стерилизации, выдерживают более 100 градусов Цельсия. То есть нужно как-то особенно жестко это все кипятить. Вот. Такое вещество. Устойчивы к радиации и ультрафиолету. Устойчивы к обработке формалином. То есть все, что убивает нуклеиновую кислоту, вот оно как-то вот здесь не работает. Не работает. Ну и на всякий случай напомню, ПРП – это белок внешней клеточной мембраны. То есть вот он на якоре сидит, так и светит в межклеточное пространство. Генетическая уникальность прионов – вот это вот моя любимая тема. Единственные инфекционные агенты, не имеющие генетической программы в виде ДНК или РНК. Но, несмотря на это, у прионов и животных, и дрожжей, есть фенотипические различные варианты. Вот интересный такой нюанс. Вот, но вот посмотрим, что меня впечатляет, скажем, вот если взять какой-нибудь бактериофаг, там, Т4, ну или, господи, вирус ковидный. В общем-то, все эти вирусы, они миллиардами лет тренировались, как лучше проникать в клетку хозяина. Вот, и все, что они натренировали, они записывали свою ДНК, вот, совершенствовались. И ничего такого нет у приона. Вот он как был, так вот он и остался. Ну, ему и так эффективно. Да. Вот, ну, теперь в свете осознаний, которые пришли в последние годы, с нашей последней передачи, вот, значит, есть смысл взглянуть свысока на историю изучения структуры амилоидов и прионов, поскольку она теперь, наконец, стала понятной. Вот, и начнем с прионов. Ну, прионные, вот, прионные заболевания, как и амилоидные, впрочем, ну, нет, не совсем, скажем, прионные заболевания были обнаружены где-то в начале XX века. Вот, и с тех пор, так сказать, их время от времени пытались изучать. И, в частности, в 1966 году было обнаружено такое очень интересное наблюдение было сделано, которое бросало вызов, значит, центральной догме молекулярной биологии, которая к тому времени только сформировалась. Напомню, что Ватсон и Крик открыли структуру ДНК лишь в 1953 году, то есть незадолго. Вот, и в те времена размер инфекционных агентов определяли очень просто. Их облучали. Облучали, значит, и была некая шкала, значит, как размер генома соотносится с выживаемостью при облучении. Вот, и по этой шкале было рассчитано, что геном приона составляет меньше 800 нуклеотидов. Вот, а 800 нуклеотидов – это, в общем, ничего приличного закодировать нельзя. Вот тут крепко-крепко задумались, потому что это был такой жесткий парадокс и слом парадигмы. Вот, но уже, собственно, не но уже, а, скажем, вскоре, в 1967 году была предложена модель, как это может происходить. Это сделал математик Джон Гриффит. Значит, и он предположил, что это некое автокаталитическое событие, происходящее то ли на белке, то ли на полисахаридах каких-то. Вот, и его модель оказалась на удивление точной. Практически вот в первозданном виде она дожила до настоящих дней, и, видимо, ей уже теперь ничего не грозит. В 1982 году было совершено, то есть опубликовано, выделение прионного белка. Это сделал Стэнли Прузинер, Нобелевский лауреат, вот именно за это дело. Но тут нужно отметить важную деталь. Значит, открытие он сделал, и белок все правильно нашел, и потом и ген тоже нашел. Вот, но у него была модель представления о том, что такое представляет инфекционный агент PRP-скрепи. Он считал, что это альтернативная укладка мономерного белка. Вот, что это не амилоид. Вот, но амилоид, тем не менее, конкурирующая модель тоже жила, что PRP-скрепи – это амилоид. Вот, к этому еще вернусь немножечко. И далее в 1994 году были открыты прионы дрожжей, то есть некое аналогичное явление у дрожжей. Это сделал Рид Викнер, вот, еще один выдающийся человек, малоизвестный широкой публике, но тем не менее. Вот, и, собственно, прионы дрожжей – это то, чем мы с тех пор занимались. И, в принципе, да, я даже помню, вот, был где-то в Англии с коллабораторами, вот, и тут мне приходит эта весть. А вот, все очень хотели раскрыть это явление, вот, а вот тут эту самую статью подали в печать, значит, где все объясняется. Вот, так оно и вышло. Значит, в 1997 году было показано, что прион дрожжей СУП-35, о котором далее будет, образует амилоид инвитра. Вот, дальше вот в 1998 году мы немного приложились к теме, объяснив, что прионы размножаются через фрагментацию их фибрил, ну, то есть разбиение этих фибрил на части, и там есть белок, который это делает. И в 2003 году мы же предложили подтверждение этой гипотезы, экспериментальной уже. Вот. Ну, из дальнейших событий, значит, вот, стал развиваться метод криоэлектронной микроскопии. Это когда делают много-много электронных снимков высокого разрешения, но, тем не менее, они недостаточно хороши для того, чтобы вот прям вот по атомную структуру сделать. Но, если на компьютере обработать огромное количество таких снимков, то можно восстановить по атомную структуру, значит, как там все располагается. Вот. Но пока эти структуры были недостаточно хорошего качества, предполагалось, что прион ПРП сделан, имеет структуру в виде спирали, вот, где на каждую молекулу приходится 4 витка этой спирали. Вот. Но потом в 22-м году таки сделали полную-полную структуру с высоким разрешением, и оказалось, что, ну, ладно, хорошо, что он, как и все другие, я немного здесь забежал вперед уже, двигаясь по истории прионов, образует один тонкий молекулярный слой вдоль оси фибрилы. Вот дальше это будет более понятно. Теперь амилоиды. Значит, в 1854 году термин амилоид был предложен Рудольфом Вирховом, выдающимся медиком и биохимиком, вот, но, значит, он красил амилоиды йодом, они окрашивались, вот, это чем-то напоминало то ли крахмал, то ли целлюлозу, причем, как выясняется, в те времена не делали большой разницы между этими двумя веществами, вот. Амилоиды, это скорее к целлюлозе относится, ну, в общем, совсем не то, что мы думаем сейчас. В 1959 году наблюдали, впервые наблюдали нитевидную структуру амилоидов, вот, и это сделали люди, вот, которые тоже не особенно засвечены в истории, Коэн и Калкинс. Значит, а в 68 году был сделан важный шаг, значит, вот здесь перекрестная бета-структура для амилоидов была постулирована и наблюдалась, и с тех пор подтвердилась, как это было сделано. Значит, рентгеновый структурный анализ, тот же самый, который помог Уотсону и Крику расшифровать структуру ДНК. Значит, вот эта картинка, значит, и образец амилоида кладут на ускоритель и наблюдают рентгеновскую дифракцию. И вот эти вот колечки дифракции, они говорят о том, что амилоид образован, значит, бета-слоями, вот, где расстояние между пептидными нитями составляет 4,7 анстрема. Вот. И, значит, при этом, ну, то есть бета-листы, бета-слои, которые образованы множеством молекул, то есть не одной, а множеством молекул, и которые идут вдоль оси фибрилы. При этом каждая молекула занимает слой, который перпендикулярен оси фибрилы. Вот. Ну, и здесь вот по части прогресса в изучении, вот еще в 93-м году в передовом журнале Cell, одном из лучших, амилоид вот рисовали при помощи шариков. Шарики так вот, шарики по спиральке. Вот. А уже начиная с 98-го года, да, рисовали примерно вот так. Ну, может, это чуть позже. Вот. Но в 98-м году, значит, была установлена структура амилоида бета, то есть который связан с Альцхеймером. И было сказано, что, то есть в этой структуре, значит, ну, это маленький пептид, 40 аминокислот. Вот. И в нем каждый, каждый вот такой, каждый пептидик этот, он по сравнению с соседним расположен в регистре. Это значит, что аминокислота там номер один, рядом с аминокислотой один, а там 10 напротив 10, вот такая вот незатейливая структура. Но дальше она подтвердилась как основная для амилоида, хотя есть и альтернативные структуры. Вот. Но мне кажется, вот это событие было большим прорывом. Да. Значит, с 2004 по 2008 год было вот аналогичные структуры, показанные для дрожжевого приона СУП-35 и для других прионов дрожжей. Вот. А в тысячи двадцать, две тысячи, вот по состоянию на сегодня мы имеем уже много десятков поатомных структур для самых различных амилоидов. Вот. И кажется, что все структуры, которые есть, они именно вот такие в регистре. Вот. Хотя известно, что есть и амилоиды, которые вот не в регистре, там с антипараллельными нитями. Вот. Но я не уверен, что для них есть структуры. Теперь присмотримся ближе. Вот что такое структура параллельная в регистре. Вот я уже начал рассказывать. Значит, вот у нас ось фибрилы. И вот здесь вот так вот плотненько-плотненько. Одна стрелочка – это один белочек. Называется… Одна молекула называется протомер. Вот. То есть множество протомеров, амилоидные фибрилы. Вот. Ну, единственное, здесь нарисован бета-слой, а в составе амилоидные фибрилы она может изгибаться. Вот так всякая. То есть этих слоев, этих бета-слоев, бета-листов… Главное, что они не спутываются, они параллельны всегда. Да, да. Они все идут вот параллельно оси. С набом таким. Да. И, собственно, вся вариация вот прионных и амилоидных структур сводится к тому, что вот они по-разному складываются в эти бета-слои, но в любом случае одна молекула, один слой. И это очень тонкий слой, это фактически вот полнанометра. То есть так вот как-то вот были такие распушенные молекулы, их вот так оп, сплющили. Теперь вот еще одно новое осознание, то есть, ну, которое возникало-возникало, и вот теперь оно оформилось совсем. Значит, вот когда Прузинер, значит, показал, что вот прион, вот белок ПРП, значит, это выглядело как вот есть одна такая молекула, супер уникальная, которая не просто вот имеет какую-то альтернативную укладку, а имеет множество, ну, несколько, по крайней мере, альтернативных укладок, и каждый из этих укладок обладает автокаталитическими свойствами. Вот. Ну, такое богатство на одной изолированной молекуле представить, ну, решительно невозможно. Вот. И поэтому вот был проделан некий, пройден некий интеллектуальный путь, в результате которого оказалось следующее, что на самом деле, ну, не знаю, половина или нет половины, но большая доля белков, вот, по крайней мере, если они имеют случайную последовательность, может образовывать амилоид, вот, особенно если эти достаточно короткие белки, и, так сказать, шанс возрастает еще. Вот. Значит, какие условия нужно выполнить для того, чтобы быть прионом или хотя бы амилоидом? Ну, скорее амилоидом сказать. Первое. Белок не имеет, не должен иметь жесткую структуру, потому что, ну, ему просто трудно выйти из этой структуры, он надежно, значит, выполняет свою функцию и хранит свою структуру. Но многие стабильные белки можно дестабилизировать, значит, либо одиночной мутацией, вот, и известен амилоидоз, связанный с лизоцимом у человека, там одна мутация его дестабилизирует, вот. И все. И все, да. Или, так сказать, в пробирочке изменением условий среды, например, изменяем pH или поднимаем температуру, белочек дестабилизируется, и мы в пробирочке получаем амилоиды из того белка, который в реальной жизни никогда этого не сделает. Но при этом есть дополнительные условия. Белок должен в данных условиях оставаться растворимым, иначе образуется хаотический агрегат, ну, как вот вареное яйцо. Значит, дальше. Есть некие требования, пожелания по аминокислотному составу. Значит, заряженные аминокислоты и пролин мешают образованию амилоида, а полярные такие, как аспарагин и глутамин, способствуют. Вот. Значит, касаемо дрожжевых прионов, которых мы еще не начали, но дойдем. Скоро. Там вообще, да, там вообще интересно. Значит, в качестве прионов выступают последовательности, которые обогащены аспарагином и глутамином. Значит, взяли прионный участок белка дрожжей СУП-35 и рандомизировали его. То есть, просто на компьютере смешали все аминокислоты, а потом синтезировали это все, экспрессировали и посмотрели. И он тоже проявил приемное свойство. То есть, ну, вот ничего особенного. Значит, ну, заметим, что редкость амилоидных белков связана с противоселекцией в ходе эволюции. Ну, и, в общем-то, такие белки не очень нужны, хотя иногда пригождаются. Вот. И поэтому их так мало. Вот. Среди случайных последовательностей доли таких белков гораздо выше. Вот. И здесь стоит упомянуть антитела, которые, в общем-то, синтезируются, у которых какая-то часть всякий раз синтезируется заново. Вот. И известные амилоидозы, которые с этим связаны. Вот. Но, опять же, так сказать, я думаю, что и здесь была какая-то противоселекция. И вот эти вот новые случайные участки, они стоят в таком контексте, чтобы, ну, они не особенно уж хулиганили. Вот. То есть, белковое окружение, в котором это возникает, вот, новая последовательность, оно как-то не способствует амилоидозу. Такое возможно, да. Ну, амилоиды, вот, способны распространяться по организму, как уже вот повторяем эту мысль. И, замечу, в дрожжах быть прионом еще проще, потому что, ну, скажем, приону нужно пройти длинный путь от кишечника до мозга, амилоид может распространяться между клетками, а в дрожжах вообще только вертикальное наследование, то есть от родителя к потомку. Вот. И поэтому многие амилоиды, которые у человека являются, вот, просто болезнью амилоидом, их можно экспрессировать в дрожжах, и там они ведут себя как прионы. Теперь, почему дрожжи? Значит, вот с чего начиналось изучение, ну, скажем, вот, скрепи, да, скрепи, показать инфекционность скрепи, ну, вот, от овечки к овечке. Ну, хорошо. Значит, инфекционность куру, это Гайдушик показал, значит, материал больных людей прививали каким-то приматам, вот, не скажу. И, опять же, была показана инфекционная природа. Вот. Но когда понадобилось выделять прионный белок, тут уже овцами-приматами не отделаешься, потому что как выделяют прионный белок? Значит, берут экстракт мозга, разделяют его на фракцию, на множество фракций, и каждую из этих фракций нужно проверить инфекционность. Как проверить инфекционность? Берут трех мышей и вкалывают им, и смотрят. И через, они, ну, там, я не знаю, через год, наверное, они помирают. То есть, ну, ждать долго – это ладно, но сколько мышей нужно для того, чтобы выделить прион, вот, отработать процедуру выделения приона, ну, достаточно много тут овцами, ну, никак не отделаешься. Вообще с дрожжами повезло на самом деле. Да, конечно. Так априори не должны бы там они появляться. Ну, от них есть там некоторая польза. Поэтому они там и есть. И даже их там довольно много. А Брузина из кого выделил? Ну, я думаю, что все-таки из человека. Из человека? Да. Я не помню. Нет, я тоже не скажу вот так. Но единственное, что для современных исследований, собственно, уже давно мышки гуманизированы. То есть, у них не собственный белок ПРП, а человеческий. Вот. И с 94-го года вот в дрожжах, ну, здесь вообще стало все легко и радостно. И надо сказать, что дрожжи много чего дали. В частности, первое доказательство того, что прион, он действительно прион. То есть, ну, был синтезирован, значит, был получен белок рекомбинантный. То есть, в Ишерихе и Коле продуцировали этот белок. И потом заразили им дрожжи. И там возник вот настоящий прион. Значит, что такое прионы дрожжи? Это они были обнаружены как некие фенотипы с неменделевской схемой наследований, наследования более напоминающие вирусы. Вот. Но в отличие от вируса, они были способны спонтанно возникать. И при определенных воздействиях, там, типа, какого-то шока химического или теплового, исчезать. Вот. Значит, поначалу было обнаружено два приона. Прион Пси-плюс был назван так генетиками. Вот. И он проявлялся в супрессии, в подавлении нонсенс-мутаций. Вот. Об этом чуть дальше. Значит, это белок СУП-35, обнаружен в 65-м году Брайаном Хоксом. Вот. И второй прион УРИ-3. Это использование альтернативных источников азота в немного искусственной системе. То есть, скажем, у дрожжей есть источники, которые они очень любят. Вот. Они любят глюкозу. Вот. И никогда ничего не станут потреблять, если есть глюкоза. Вот. И по азоту точно так же. Есть предпочтительные источники, и есть, которые допустимы. Но вот мы их не будем ни за что, если есть что-то более приятное. И вот, да, прион УРИ-3 включал использование альтернативных таких непредпочитаемых источников. В 67-й год Франсуа Лакру. Вот. И эти прионы были объяснены лишь в 94-м году Ридом Виктером. Вот. Что представляет собой из себя прионный белок СУП-35 дрожжей. И это хорошая модель для всех остальных дрожжевых прионов. Значит, ну, во-первых, он участвует в терминации трансляций. То есть, совместно с другим белком, называемым СУП-45, они завершают трансляцию. Собственно, вот, белочек синтезирует, синтезирует. И в конце концов, когда уже все информация прочитана, его нужно сбросить с рибосомы, освободить. Вот. И здесь вот участвует белок СУП-35, прион, и другой белок, который выступает, как бы, более важную роль играет, эффектора. Или он немножко, как аналог ТРНК, только стоп ТРНК, СУП-45. Вот. И они завершают. Вот. И, скажем, если вот есть у нас колония дикого типа дрожжей, они беленькие такие. А вот есть очень популярная мутация в адениновом биосинтезе. Вот. Значит, один из шагов биосинтеза аденина блокируется. И накапливается некий промежуточный продукт, который имеет красный цвет, какой красненький пигмент. И колонии дрожжей становятся красными. Вот. Ну, и на среде без аденина они не растут. Вот. А в присутствии, значит, приона ПСИ+, они уже, это самое, могут побелеть или порозоветь. В общем, частичное или полное восстановление исходного фенотипа. Ну, то же самое мутация, значит, в гене СУП-35 дает примерно аналогичные эффекты. Значит, как устроен этот белок? У него есть функциональный домен, который вот жизненно важен, вот без него трансляция не пойдет. И есть вот такой вот хвостик аминоконцевой, который не важен, который можно отрезать, все прекрасно живет, значит, живет и даже не страдает. Вот. Но, значит, во-первых, последовательность здесь, она какая-то такая вот неконсервативная между видами дрожжей. Но зато здесь вот аминокислотный состав очень специфический. Вот. Эндомен, который, собственно, отвечает за прионные свойства, он обогащен глутамином и аспарагином. Вот. А есть еще вот домен центральный, медиум. Он, ну, не знаю, наверное, роль какого-то мостика, что ли, соединителя играет. Вот. Ну, вот такое разделение. То есть, один домен жизненно важен, а другой домен важен исключительно для прионных свойств. Можно его рассматривать как регулятор функции. Включил, выключил. Вот. И, значит, вот какую структуру имеет этот прион в дрожжах. То есть, вот есть некий стебель, образованный прионным доменом. И на нем, вот как игрушки на елке, на гирлянде, висят вот эти функциональные домены. Вот. Ну, и тут мы поставили простые эксперименты. Если экспрессировать белочек без прионного домена, то он в этот комплекс не входит. А если, значит, экспрессировать прионный домен, то он как раз, наоборот, охотно в этот комплекс входит. Вот. Ну, в целом, у дрожжей сахаромисцисцеревизия, то есть, это наиболее изученный вид дрожжей, известно 10 прионных белков на основе амилоида. Есть еще кое-какие другие об этом самом конце. Вот. И они регулируют самые разные функции. Белковые синтезы, синтез, транскрипцию и даже метаболизм. Во всех этих случаях прионное состояние уменьшает функцию белка. Вот. Хотя в целом, в целом, известны также случаи, когда функция увеличивается. И об этом тоже будет. Вот. Еще одно важное обстоятельство, за которое мы в свое время зацепились. Наследование прионов дрожжей зависит от шоперона HSP-104. Значит, HSP – это heat shock protein. Вот. А шопероны – это группа белков, которые следят за тем, чтобы другие белки не теряли свою правильную форму. И таким образом могли выполнять полезную работу, вместо того, чтобы делать не пойми что. Вот. И, так сказать, без пользы, а то и с вредом для клеточной жизни. И здесь было довольно странно. Что отсутствие белка HSP-104 приводило к пропадению приона. Но избыток этого шоперона тоже мог приводить к потере приона. И это как-то нужно было объяснить. Вот. И вот мы тут сыграли свою маленькую роль. Значит, в 97-м году было опубликовано, что белок СУП-35 и инвитров, пробирочки, то есть рекомбинантный белок, полученный из бактерии, вот, он может полимеризоваться, образуя вот такие фибрилы. Здесь, кстати, видно, что вот есть стержень фибрилы, и есть на нем что-то висит. Висит такое. Что-то висит, да. Но для нас это стало главным аргументом в споре, что такое амилоид. Это или прион, это единичная молекула, или все-таки это амилоид. Ну, мы сразу тяготели к амилоидной версии. Но здесь нужно было предположить, почему, собственно, Шоперон-104 имеет такие эффекты. Вот, и мы обратили внимание, что если этот Шоперон, а про него было известно, это очень мощный Шоперон, который занимается, вот его основная функция – это не прионы. Его основная функция – это разборка крупных агрегатов, получившихся в результате того или иного стресса, например, перегрева, да, то есть он вытаскивает по одной, молекулы по одной вытаскивает как-то из этих агрегатов, вот, и другие Шопероны с этим не справляются. Значит, и тут вот мы обратили внимание на то, что если из вот такой вот фибрилы, который в сущности представляет собой линейный полимер, вытащить любую из молекул, он распадается на две части. Вот, причем, поскольку этот полимер может расти только по концу, с серединки он не растет, только по концу, то фактически у нас уже получается две сущности, способные размножаться. Вот, и, значит, здесь все стало на место, и почему он нужен, вот, потому что если будет одна большая молекула, то как ее поделить между потомками, непонятно, вот, а здесь все становится хорошо, вот, и, надо сказать, чем чаще амилоид фрагментируется, тем выше его инфекционность. Ну, не просто потому, что этих частиц становится больше, они еще становятся более подвижными, их легче передать по наследству, если они очень большие, они просто откладываются в виде бляшек, вот, и лежат мертвым грузом, практически у них снижена инфекционность, они просто вот лежат, как какой-то тупой депозит, вот, так что вот два параметра, по которому повышается инфекционность, и, собственно, это ответ на вопрос, чем прионы отличаются от амилоидов, они лучше фрагментируются, вот, и здесь вот есть еще такой очень милый парадокс, что фактически действие HP 104 направлено на разрушение прионных частиц, но вместо этого оно оказывается необходимым для их размножения, наследования и роста. Как там было размежеваться, чтобы вот, ну, принцип такой, вы понимаете, о чем я, чтобы объединиться. То есть сначала нужно уйти в положенность, чтобы достигнуть результата. Вот. Значит, немножко присмотримся к Шоперону HP 104, вот тут вот красивая картинка, как он вытаскивает их по ниточке. Значит, как он действует? шаперон 104 это гексомер то есть 6 молекул объединенных вот в такую структуру и значит у него есть два это фазных блока то есть это блок который расщепляет и т.ф. и за счет этого совершает какую-то работу вот но предполагается что вот нижний блок он просто необходим для объединения этого комплекса в единую структуру а вот верхний блок собственно совершает работу и как происходит эта работа ну вот при помощи неких других шаперонов это ниточка попадает в hsp 104 и дальше она протаскивается причем а значит вот эти шесть блоков они по одному карабкаются по веревочке то есть в каждый отдельный момент движется только один из шести блоков и он передвигается на две аминокислоты значит и вот так по очереди по кругу и вот 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 он вытаскивает эту ниточку а на другом конце значит уже полипептидная цепь имеет шанс свернуться в правильную форму вот ну у бактерий там бывает по-разному что на другом конце ее может ожидать протеаза и тогда ее судьба печально вот но чаще все-таки ее пускают в дело с пользой так а вот теперь у животных интересное обстоятельство состоит в том что hsp 104 это мощный шаперон он присутствует у бактерий у растений у грибов он отсутствует у животных вот было ли это ошибкой эволюции или это было намеренным действием сейчас сказать трудно но есть указание на то что это могло быть осмысленным действием а не просто какой-то случайностью вот вот прямо в корневой точке вот когда животные отделились от других царств он исчез да вот это где-то у полипов там вот к недарий да значит как работает ну на примере синуклеина вот в 2020 году в лабораторию букао были сделаны такие эксперименты очень тонкие тонкая реконструкция значит вот я уже упоминал значит шаперон dna gb1 короче это аналог hsp 40 и hsp 70 вот это вот синенькая молекула значит то есть ну вообще это вот известная система еще от бактерий hsp 40 hsp 70 и дальше hsp 104 вот но кроме того в этой системе присутствует еще белок hsp 110 довольно интересный значит он в принципе дальний родственник hsp 70 вот а его задача такая освободить hsp 70 от его работы то есть когда работа выполнена он его освобождает уводит из системы значит и в принципе вот это вот без hsp 104 система худо-бедно работает не так эффективно но работает и вот на примере синуклеина было показано как эта система может и в сущности делает фрагментацию синуклеиновой фибрилы значит а происходит это так очень неожиданным способом множество молекул hsp 70 ну hsp 40 здесь выполняет роль наводчика куда приземляться значит hsp 70 приземляет у него есть уже атефазный блок то есть для выполнения реальной работы вот и когда множество молекул hsp 70 садятся на одно и то же место они просто как-то расталкивают вот это называется энтропическое растягивание вот и фактически они в этом месте растворяют фибрилу то есть никто ничего не протаскивает просто они ее ломают вот процесс менее менее эффективный чем у hsp 104 но тем не менее такое как работает вот очень интересная роль hsp 110 при этом значит она связана с тем что просто он вот такую боль более крупный и за счет этого он может если молекула hsp 70 связалась где-то в чистом поле и никакого энтропического вытягивания тут не произойдет вот он подходит к ней и изымает ее и дальше она направляется в то место где происходит продуктивный процесс но а значит а в том месте где много hsp 70 он просто не может подобраться и не может их высвободить ну такой но совершенно вот неожиданный механизм и даже поперву трудно и в него это поверить вот что еще стоит отметить значит были серьезные попытки поскольку hsp 104 такой эффективный шапирон и значит его можно искусственно ввести в животную систему и его вводили мышам значит либо продуцировали либо на путем прямой инвекции и при этом было показано что да вот количество амилоида уменьшается ну уменьшается и уменьшается а тут вот как тараканами либо это и все изведешь либо а что то осталось и она дальше будет продолжать говорить о терапевтическом потенциале здесь не были большие надежды ну большие-небольшие в общем были серьезные надежды на то что у него будет терапевтический потенциал но пока что это не оправдалось несмотря на Это то, что была проведена серьезная работа для того, чтобы его действия усилить. То есть, его активность регулируется еще в негативном плане. Там у него есть какие-то домены, которые позволяют ему не работать, когда это не нужно. Вот, значит, домены отключили, он работает всегда как зверь. Но все равно лишь частичный успех был достигнут на этом пути. Вот здесь эта картинка нарисовал для недавней публикации. Значит, здесь просто наглядная презентация. Вот в чем прелесть этой картинки. Здесь все сделано под размер. То есть, позволяет сравнить реальные размеры разных руков. Да, ну, скажем, PowerPoint это рисовал. Вау! Да. Значит, смотрите, что здесь. Вот этот чистокольчик вверху, значит, здесь вот много-много-много стрелочек. Вот. Но на всякий случай вот эта вот палочка, это 10 протомеров. Вот. А вот это 10 нанометров. Вот. И первое сравнение, которое имеем, значит, у нас ведь в клетке есть другие фибрилы функциональные. Актин, тубулин. И вот как это сравнивается с актином. То есть, вот здесь глобулярные белки. И каждый из этих белков вдоль оси фибрилы занимает пространство в 10 раз большее, чем пространство приходится, значит, у какого-либо амилоида. Вот. И поэтому вот он довольно плотный. Все эти белки довольно плотно посажены друг к другу. Кстати, да, вот эта фибрила – это не прион. Это амилоид, который мы можем получить инвитро. А прион, вот он на самом деле вот здесь вот маленький такой. Причем у него длина сопоставима с шириной. То есть, никакая не фибрила. Не выглядит как фибрила. Вот. Значит, ну, здесь, как мы помним, 35С – это функциональный домен белка СУП-35. А СУП-45 – это белок, который, как правило, связан с ним. То есть, его неразрывный функциональный партнер. Вот. И причем здесь вот изображена лишь какая-то малая доля, наверное, пятая часть того, что нужно было изобразить. Вот. А средний домен я здесь не изобразил, ну, потому что была бы каша. Вот. Что еще интересно? У, значит, амилоида СУП-35 есть два прионных ядра, между которыми петелька такая, не уложенная. Значит, которая, видимо, служит для того, чтобы могли шапироны подойти. И ИСП-104 мог за что-то ухватиться и разобрать эту конструкцию. А иначе он просто не был бы прионом. Он был бы амилоидом. Вот это прекрасно. А прионом в дрожжах он бы не был, потому что его бы никто не фрагментировал. Вот. Ну, ИСП-104 там для сравнения. Теперь варианты архитектуры амилоидов. Ну, мы сказали, вот в чем состоит базовая идея. Но, тем не менее, есть варианты. Вот. Справа у нас изображен типичный дрожжевой прион, у которого есть некий стержень. И есть некоторые дополнительные домены, которые никак не включены в структуру амилоида. Они вот просто свободно здесь болтаются. Но, когда мы говорим о других амилоидах, нужно понимать, что очень часто это не единичное, не одиночное фибрило, а несколько фибрилов, и для этого существует терминология, что одиночное фибрило – это протофибрило, а настоящее фибрило, вот как здесь в случае амилоида бета, то есть это альсхемерский амилоид, вот, либо две фибрилы тесно связанных, либо три. А есть еще вот такой интересный случай – прион, хетес, гриба подоспора, о котором еще немножко будет. Значит, он устроен в виде спирали или соленоида, вот, причем на каждую молекулу здесь приходится два витка. Вот, два витка. Там аминокислотные повторы, они не вполне совершенные, но, тем не менее, вот между ними информация передается, конформационная. Вот. И вот это довольно редкий случай, но, тем не менее, стоит упомянуть, что похожую структуру предполагали для приона человека, ПРП, причем там было аж целых четыре витка. Вот. Ну, и когда я впервые писал, да, писал на эту тему обзор, меня сильно поразило, ну, как же так, повторов нету, а информация передается. Вот, но, тем не менее, большинство коллег, вот, которых я опросил, они верили в том, что четырехвитковая структура, вот. Ну, тут, бах, спасение, в 22-м году выходит, вот, точная структура, и там один только слой, вот, как в случае дрожжевых прионов, например. То есть, один протомер, один слой вдоль оси фибрилы. Важный эффект. Прионы способствуют возникновению друг друга. Было это обнаружено, в частности, для прионов дрожжей. Вот есть прион РНК, он также называется пин плюс, но это неважно. Значит, в присутствии этого приона возникновение приона на основе СУП-35 происходит в сотни раз чаще. Вот это их отличительная особенность, насколько я понимаю, да, вообще? Это характерно для всех амилоидов, потому что у человека, когда у нас альцхемерский амилоид бета, одновременно с ним возникает амилоид тау. Вот, а если мы возьмем случаи прионной болезни, то очень часто они также сопровождаются отложением альцхемерского белка. Есть такой важный медицинский эффект. Вот. Теперь прион Хетес гриба подоспора. Значит, очень интересно. Он контролирует скрещивание, фактически, репродуктивную мораль. Когда на чашке у нас растут, ну, или в природе, значит, вот такие вот колонии, ну, это что-то напоминает плесень, такие вот ниточки, нитевидный гриб, да, и вот две колонии встречаются, то возникает дилемма. Они могут скреститься и таким образом обменяться генетической информацией, а вдруг там найдется что-то полезное. Это общая ситуация в эволюционной генетике. Вот. А с другой стороны, а вдруг там какой-нибудь вирус и вся колония погибнет. Вот. И, значит, вот это называется хиджироватерийское предскрещивание. То есть, если у нас вот здесь вот три колонии изображены характерных, значит, колония с прионом, аллель Хетес маленькая, значит, колония без приона, и колония вот дальнего родственника, у него альтернативный аллель, альтернативный вариант вот этого белка Хетес. Значит, и если вот здесь прион, а здесь не прион, дальний родственник, то скрещивание происходит, но дальше запускается реакция апоптоза. И, значит, все клетки, которые получились, они гибнут. Вот. Ну, можно аналогии в человеческом обществе поискать, на этот счет я не буду. Вот, да. То есть, прионный полимер, который содержит два разных варианта вот этого белка, запускает реакцию апоптоза. Вот. А если белки одинаковые, то есть, как бы близкие родственники, то ничего такого не происходит. Ну, в результате часть популяции обменивается генетической информацией, а часть, наоборот, это самое строго консервативное, и вот всякие вот с нехорошими незнакомцами связь не вступает. Амилоид мел-17, ну, это просто забавный случай, но это первый из известных функциональных амилоидов человека. Локализуется в меланоцитах, необходим для синтеза меланина, из низкомолекулярных предшественников, и просто служит матрицей для полимеризации. Вот он их как-то там связывает, что ему удобно полимеризоваться. И вот у нас уже есть загар, если, конечно, нам удалось добраться до теплых стран, где много солнца. Вот это, пожалуй, самый важный случай. Белок памяти СПЕБ, он же ОРБ-2 у дрозофилы. Значит, когда мы что-то запоминаем, сначала это попадает в кратковременную память, но когда мы спим, самые яркие события перезаписываются в память долговременную. И вот здесь ключевую роль играет белок СПЕБ, который переходит в амилоидное состояние при этом. Локально, в пределах одного синтеза. Значит, в чем состоит функция этого белка? Он... Значит, есть какое-то количество МРНК, которые, однако, не имеют полиаденинового хвоста, и поэтому их не принимают в работу, то есть они не экспрессируются. И чтобы они начали экспрессироваться, им нужно приделать этот хвост. И вот этот белок СПЕБ, он, собственно, подает сигнал на присоединение хвоста, точнее, синтез хвоста. При этом он работает именно в амилоидном состоянии. То есть там, видимо, важно, чтобы несколько субединиц были рядом, и после этого он начинает работать. Значит, да, изменяет свойства синапса, к чему и сводится процесс запоминания. Ну, а это вот в углу, это как выглядит аплизия калифорника. Это, собственно, первая работа была сделана в лаборатории Эрика Кэнделла. Он тоже нобелевский лауреат. Ну, он нейрофизиолог. Нейрофизиолог, да. И вот очень много работы он сделал. Вот этот моллюск называется морским зайцем. Это просто такая крупная беспознаночная. Собственно, памятью, по-моему, занимается у него. Узкая специализация такая. Имеет крупные и немногочисленные нейроны. То есть отличная модель для данной задачи. Но дальше, значит, его ученик Козик Си продолжил исследование на дрозофиле. И, значит, вот как выглядит этот белочек, собственно, это его МРНК, множество энтронов, из которых два варианта белка получается. ОРБ-2А и 2Б. При этом, значит, белок ОРБ-2А, он экспрессируется только когда надо. Он индуцируемый. И, собственно, без него полимеризация не начнется. Но, так сказать, основную массу белка составляет ОРБ-2Б. Он экспрессируется конститутивно, но без ОРБ-2 он не может начать полимеризацию. И, например, если мутация в белке ОРБ-2А, в самом его начале, вот такая безобидная мутация, на самом деле, нарушает начало полимеризации и, соответственно, долговременную память. И вот как это изучают на дрозофилах. То есть вот как ученые ее спрашивают, а помнишь ли ты, как пахнет сахароза? А на самом деле, вот две капельки жидкости, тут запах один, а тут запах другой. И, естественно, вода нас не интересует, а только сахароза. И была произведена такая очень фундаментальная работа, то есть были выделены милоиды из мозга мух, а мушка, она вот такая, вот миллиметр, а мозг у нее вообще меньше, чем у котенка. Не знаю, сколько миллионов мух они извели, но в конце концов они выделили вот эти амилоиды и сделали для них полноатомную структуру. И оказалось, что этот амилоид состоит из трех протофибрил. И вот как на карте вот эта вот красиво окрашенная область выглядит вот здесь вот, а в белке ОРБ-2А она находится близко к амино-концу. Да, довольно маленькая область, которая образует вот ядро этого амилоида, но вот тем не менее так вот это работает. И, наконец, да, собственно, мы с прионными амилоидами уже закончили, но для расширения сознания нужно кое-что еще. Значит, существуют прионы, которые не являются амилоидными, потому что как бы это два пересекающиеся термина. Не всякий амилоид является прионом, но и не всякий прион является амилоидом в силу своего определения – белковой наследственности. Вот, значит, один вариант вот был сделан Ридом Виктором, опять же, на дрожжах, и это у нас самоактивирующаяся протеаза. Значит, вот есть две протеазы. Вот эта протеаза, она активируется энтранс. То есть, значит, если у нас одна молекула неактивная, а другая активная, то активная молекула подходит. Протеаза как устроена? У нее есть некий предохранитель такой, который нужно откусить. После этого протеаза начинает работать. Вот. В этом состоит активация. Значит, и есть протеаза А, которая, ну, в общем-то, всегда активна, и она тоже может сделать это. Поэтому для того, чтобы выявить этот прион, пришлось удалить протеазу А, после чего вот у нас получилась типичная прионная ситуация, когда система пребывает в двух разных состояниях, и вот этот белок CPY, карбоксипипидаза Y, это репортер, который позволяет по цвету наблюдать вот эти переходы. И, значит, вот этот прион живет на среде с глицерином, то есть это глицерин вообще дрожжи не очень любит, это непредпочтительный источник питания. И здесь вот протеаза хорошо экспрессируется, прион поддерживается, а на полной среде, то есть с глюкозой, где все хорошо и сладко, эта протеаза экспрессируется плохо, соответственно, прион начинает теряться. Вот. Но есть еще вот эта самая вишенка на торте, значит, структурно-неупорядоченные белки дают еще один тип прионов, причем про который пока что неизвестно, так сказать, насколько их природа амилоидная, и как вообще все там работает. Сравнительно недавняя работа, 16-го года, значит, работа совершенно потрясающая по своей емкости, а фантастическая просто. Значит, вот ребята, в сущности, не знали, что у нас прионы, как-то их по фенотипу ищут. Здесь фенотипов никаких не было для зацепки. Взяли в дрожжах 6 тысяч генов, значит, каждый из них поставили под индуцируемый промотор, это нормально, такие библиотеки делают, то есть делают штатно, потом их продают, их можно купить. Промотор, который в определенном условиях индуцируется, потом ему можно выключить обратно. А у пренов есть такое свойство, что сами по себе они возникают достаточно неохотно, и главный побудитель это сверхпродукция белка, вот когда его становится много, вот тогда переход происходит легко. И дальше они каждую из этих 6 тысяч точек проверили на их, как изменилась скорость их роста. И здесь вот эти, собственно, кривые представлены, скорость их роста в различных пограничных условиях, то есть когда избыток какой-то соли, избыток какого-то иона, или, например, какой-то антибиотик, или вещество, которое неприятное для роста, и вот в этих пограничных условиях они обнаружили, что для более 40 белков изменилась скорость роста, вот, и этот эффект, он наследуется в поколениях, вот, и это какие-то другие белки, то есть в отличие от амилоидных прионов, у них уже нет четко определенного домена, где обогащено глутамином и аспарагином, то есть пока что амилоидная структура не подтверждена, и, скорее всего, что в большинстве случаев она не будет подтверждена, но, тем не менее, можно думать, что это связано с изменением структуры, поскольку эффект наблюдается при сверхпродукции. Значит, что это явление значит? Это значит, что эволюция, вот, генетика микроорганизмов, она гораздо сложнее, чем можно было представить, то есть она опирается не только на генетику, но и на эпигенетику, то есть при неблагоприятных условиях вот могут включаться прионные состояния чего-нибудь, а дальше природа сама рассудит, рассудит, полезно или нет. Если полезно, то вот из этой клеточки, значит, образуется клон, который дальше пронесет генетическую информацию через столетия. Вот, но, значит, что здесь важно понимать, и это последний наш слайд, что аналоги этих белков есть у человека, и в ряде случаев мы наблюдаем аналогичный эффект, то есть, ну, это было сделано на дрожжах, то есть белочки человека были экспрессированы в дрожжах, где их очень хорошо наблюдать, значит, и к вот этому прионному белку прикрепляют флуоресцентный белок, вот, и это стандартный способ наблюдения того, агрегирует или не агрегирует, и, значит, вот, до индукции они все были не агрегированы, при индукции они стали агрегировать, это вот человеческие аналоги дрожжевых прионов, вот, а дальше индукцию убрали, и вот мы видим, что вот два из трех они остались агрегированы, то есть, это для человека тоже кое-что значит, хотя как это работает в пределах многоклеточного организма, я представить не могу. Ну, где мы находимся, наверное, все-таки еще начало пути изучения прионов амилоидов? В каком-то, нет, мы где-то в середине, то есть, за семь лет мы хорошо продвинулись. Да, мы хорошо понимаем амилоидные прионы, вот, мы не знаем, что с ними делать, но мы их хорошо понимаем, и вот, так сказать, новый виток спирали, появились какие-то еще приоды, про структуру которых мы мало чего понимаем, за исключением того, что она как-то тоже меняется. Хотела я спросить, как все-таки от них исправляются от прионов, чисто физически, потому что, вот у Мершвили олени, или там вы с дрожжами поработали, вы это куда слили, это только пол вопроса. А вторая часть, я бы хотела вернуться к затронутым вами антителам, потому что, я так понимаю, что они для диагностики применяются этот подход антитильный, для диагностики примененных заболеваний. Ну вот сначала, как их уничтожают физически? Протеаз не работает, радиация не работает. Сжечь? Сжечь? Сжечь. Сжечь. Тупо. Ну да, нет, ну можно автоклавировать, но в общем, то есть это не является принципиальной задачей, просто как сделать это в массовых масштабах, насколько я представляю, вот больных животных просто кремируют. Кремируют, но в быту, сколько ни кипяти мяса от бешеной коровы, как бы ты не избавишься. Ну кипячением не избавишься. Не избавишься. Не избавишься. Не избавишься. Хорошим бульончиком. Не избавишься. Божьей милости у нас этого добра мало. Ну да. В общем. Ну вот я читала про этих зомби-косули у нас где-то там гуляли, были обнаружены, это тоже как зомби-олени, что-то похожее очень. Вот, а все-таки к антителам. Еще были такие работы, опять же, они зашли в тупик, они оказались неперспективными, потому что там якобы некий нейротоксичный эффект был у этих вот антител. А вы говорили про такое препятствие, как гематоэнцефалический парик, это одно из препятствий. Да, пока не работает. Да, да, да. Но какая все-таки просматривается, какая-то перспектива, как с ними справляться будут, как вы думаете, как вообще? Сейчас это неизлечимо все. Это да. Ну, в принципе, можно было бы придумать молекулу, которая похожа на, вот мы говорили про барьер, межвидовой, молекула, которая немного отличается от приона или от амилоида, которая будет способна присоединяться к концу растущей фибриды и дальше блокировать. А дальше блокировать. Дальше блокировать. И дальше это не получится из этого... Да, 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 да. Вот. Но опять же, эта молекула, она тоже не очень маленькая и должна проникнуть через все тот же гематоэнцефалический барьер. Вот. Но с какой-то стороны можно подумать о том, что, а вот если бы у нас эти гены были правильные, то мы бы и не болели. То есть, слегка изменить последовательность генов. Но тут я рассуждать не берусь, поскольку есть серьезные ограничения и опасения на то, чтобы модифицировать геном человека. Это все какая-то дальняя перспектива, которую сейчас обсуждать. Ну, очевидно, что это тоже плата за что-то наше эволюционное. За разгильдяйство. Ну, в том смысле, что эволюция просто недосмотрела. Ну, да. Ну, это за... Чтобы что-то предусмотреть, недосмотрела бы. Поленилась, потому что, в сущности, ну, в эволюции селектируются особи репродуктивного возраста. То есть, после того, как животное размножилось, оно уже не представляет интереса. Да, и болей, чем хочешь. Спасибо большое. Было бы интересно еще лет через пять с вами встретиться и посмотреть, что тут появится нового. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok